но перекращает пикать когда так от сигнал даю отсюда я делаю заключение кто что-то там руководит этим номер пятьсот тридцать шесть события дня я не 18 но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой это за 31 мая 2017 года вот я иногда показываю какие ролики очень желательно смотреть я вам говорю кто слушает а слушает может быть один человек передайте это другим пишу есть ю тубе вот под таким названием видеоролик гитлер тут и помощник а только христос называется так где то себе черкните как ролик называется потому что тут у меня указано нажать можно а там у вас никак мужчина провел мужчина провел сорок восемь лет в клетке матери клетка клетка как для птищик мужчина провел сорок восемь лет в клетке матери и дальше дальше еще это вторая тема спасение ребенка из трубы какой канализационной спасение ребенка из трубы и третье название безрукий фермер без руки нету рук фермер это все в китае я вчера посмотрел скажу что очень полезно это смотреть обязательно посмотрите и будете ценить свое здоровье и никогда не не станешь что болеешь там или что-то сергей игнатов пишет украина бог среди нас есть и будет за 28 мая 17 года и говорит я был в селе новомихайловка у благощинного мариинского района донецкой области у пц м.п. отца игоря настоятеля старинного храма архистратига михаила он принял меня и мы обсудили ряд вопросов о богослужении наших храмах по его словам никакой священник не может своей властью установить такой порядок чтобы просчитанное евангелие апостол или пророки на церковнославянском языке дублировалось по-русски поэтому прихожане будут еще долго слушать но не слышать слова божие но даже то которое звучит не воспринимается умом так как большом храме она заглушается эхом в храме на службе было около 14 прихожан из которых половина приезжих воистину мерзость запустения на святом месте даже большой храм все из своих может человек 7 люди возлюбили больше тьму нежели свет а интереса к изучению священного писания вовсе не наблюдаю в нашем городе муглидар благовествует на улицах и площадях с трибуны представители сект православных проповедников у нас нет а священник это вообще не волнует похоже что декабрьская 2017 года обращения патриарха кирилла к духовенству он не считал а он говорил о необходимости благовествования среди тех 80 процентов православных христиан которые находятся за пределами храма посчитали 80 процентов но не до 80 кто называет себя православным 99 99 и 6 десятых еще ноль целых три десятых только который ходит один из трехсот который называется православными право он патриархта заниженный дал оценку то в четыре раза занизил который находится за пределами храма обсудить эту тему с нашим местным священником отцом николаем шипиловым бывшим афганцам не получается афганцам то есть в афганце воевал в афганистане еще он там делала его спрашивать надо он избегает меня хотя десятину берет а мои письма обращения в интернете на тему благовестия слово божие в храме на русском языке называет кляузами и публично заявил на десерт игнатова сергею не благословляю проповедовать в храме а то он ему такое благословение дает я в храме не проповедую просто во время исповеди священникам прихожан когда чтец едва слышим голосом считает житие святых которое мало кто слушает я ухожу в коридор где сидят и болтает о своем прихожане то я начинаю считать слух псалтыр на русском языке с благочинным отцом игорем кубышиным который неплохой проповедник договорился поддерживать контакт чтобы он тоже располагал объективной информации по вопросам богослужения и принимал в пределах своей власти правильное решение как-то раз заходил в храм на богослужение у пц украинская православная церковь киевского патриархата по всей вероятности денисенко филарет там был который самочинно организовал бывший митрополит у пц мп филарет денисенко богослужения у них на украинском языке прихожан очень мало священник по имени андрей бритый как католик а рукоположен похоже до 30 лет свободы в духе святого он не имеет прислушивается не столько голосу совести сколько на власть украинских националистов и нападает на рпц мп который обзывает у пц кп раскольниками а им это обидно на этом все очень тебя уважаю люблю дорогой игнатий тихонович тебе противостоят такие ужасные бесы под личиной фарисеистующих священников из нашей рпц мп но по благодати божией и дарованными тебе от бога талантами господь их тобой совершает в ничто так как апостол павел и первообученик архидиакон стефан против которых никто из противников христа не мог устоять до хранить тебя бог от всякого зла аминь эти какие слова пишет вот тут напали там соболев вас хвалит соболев самый главный виновник вроде моей погибели то это игнатово я запрещаю всем говори не говорите не хвалите а что он хвалит то не глаза мои не сапоги хвалит а хвалит дело божие которое растет да будет он благословен сергей сергею если только он будет смотреть игнатову вот обязательно посмотреть что я впереди ролик называл там вещи это калеках какие вы бываете показано все это сфотографировано да да дрожи пробирает как будешь благодарить за все что тебе бог дал я тут одному пишу их добавлю к сказанному что в этом 1000 2017 году еще семнадцатом ошибочка к мы перешли в иной формат отремонтировали несколько домов где и будем размещаться а строение в лагере станет послужит приезжающим на поселение в летнее время там занятия могут идти можете сказать что у нас иногда бывает это я пишу тем кто помогает я пишу так такому-то человеку можете сказать то вчера я писал что у нас иногда бывает что немного остается из продуктов которые нам дают то мы помогаем крайне нуждающимся в прошлом 2016 году помогли одной а наши сию детьми один грудничок а годом раньше также смогли помочь беженцам с украины и всем говорим что это не наша помощь им от таких то вот и не называя ни организации не фамилий не скрою что когда прошло более двух недель как я написал вам письмо и ответа не было я попросил господа чтобы это значило или мы в чем-то провинились или уехали наши благодетели или у них несчастье какое-то но оказалось что пост на мною письмо о помощи было формате пейджмейкера верстка книг на бланке на бланке лагеря и она не прошло то есть они получали вот благодаря указанию этого сергея павловича то мы установили связь свет не без добрых людей вы успокоили мое сердце второе коринфянам 77 так что я еще более обрадовался из святой библии игнатий 31 мая 17 года на сегодня у нас уже 1 июня владислав марущак интересно все везде находит бывший сектантов православный такой ревностной и притча о винограднике это пишет он не свои слова изображает ветхозаветнюю церковь делать или это тогдашняя иерархия а так как она не соответствовала своему назначению то совершился приговор над ней взять у нее виноградники отдать другим но с феофаном то должны согласиться это феофан затворник пишет эти другие были сначала святые апостолы потом их преемники архиереи со всем священством делатели виноградник божий один от начала мира и назначение делателя его одно было есть и будет до скончания века приносить господину винограда плод спасенные души это задача христианской иерархии следовательно и нашей в какой мере исполняется она все мы видим в какой мере исполняется она все мы видим видим или нет вот я спрашиваю дальше что же сказать на это но во многом слава богу да как описал он 150 лет назад но что же сказать на это но во многом-многом нельзя не пожелать лучшего как бы над нами не исполнилось двоеточие кавычки придет господин виноградника и погубит винограда ритех и отдаст виноградник другим луки 20 16 но как бы сами не ворвались эти иные и не погубили не только делатели но и самый виноград святитель феофан затворник вот они ворвались а кто это такие ну сектанты они себя при святерами называют епископами с церковью то есть фальшь обман обманщики разбойники ворвались это разбойники все это говорит феофан затворник вот немножко я читал сразу показать наши ресурсы кто будет смотреть это вот мой мир тут я в шапке чтобы видно было 18758 фотографий видео 6060 так ленточный вариант форума вот он 1600 тем очень удобный для пользования тем тем и вот открытый православный видеоканал у него просмотров 6 миллионов 442 270 и подписчиков 7046 нас отнесли к средствам массовой информации и вчера ко мне заходил один его звать марк марсенковский владимир филимонович марсенковский такая же фамилия и марк и он о себе рассказывать я уже ночью закачал он на первом месте сейчас стоит ролик на нашем видеоканале обязательно посмотрите и он за это редко бывает так с кем беседуешь и он тут же зашел и тут же поблагодарил за эту беседу он был во всяких разных сектах кришнаитов где его только не носила и вот вышел на нас и побеседовали он вопросы задавал вопросы такие которые легко отвечать благословен господь и дальше что мы выставляем каждый день 7 иногда даже 8 роликов день но и во свете библии в свете библии наш православный библейский сайт вот кто будет смотреть за 31 число за 31 мая то надо значит вам найти его потом будет а я сейчас сразу покажу вот тут интересно увидел фотографию я не знаю как это получится видите здесь наверно не очень-то будет видно вот потом не надо маленько приподнять здесь у меня тут настроено все вот кто видит смотрите какая хорошая фотография стоит по центру владимир владимирович путин президент российской федерации а прямо перед ним с епископцем жезлом митрополит корнилий старобрячности русско-православная церковь белокреницкого согласия на рогорском поселке кладбище и впереди его стоит за огромной камерой снимает мужчина бородка как маленько так ну как всегда это маленький и вот как он одет и какой костюм какая рубашка какой галстук вот рубашка белая галстук такой бежевый и сзади там еще двое стоят он снимает и видно что это охранник ну тут сразу видно и перед ним митрополита митрополит какой он очень презентабельный выглядит как какая у него борода нетронутая и как он смотрит видимо но что он может показать он не благовестия и стоит президент и вот сзади стоит какая-то там может быть староста женщина с седые волосы видать у ней тоже старообрядцев но сзади там какой-то тоже грузный мужчина с бородой старообрядец в очках и двое стоят и смотрят те двое в разные стороны в храме один очках смотрит назад такой же свет один к одному галстуки одинаковые и также расстегнутая то есть когда начнется стрельба чтобы своих не перестреляли видимо так я понимаю как и президент а что это правильно в храме охрана ну мне зачем судить я не знаю правильно неправильно у меня охраны нету значит так положено но когда патриарх с охраной вокруг него 36 охранников то говорит кирюша совсем богу не доверяет и не верит это подпись такая так что снайперы на крышах не помогут они тебя и пристрелят вот я здесь на это смотрю женщиной платок как попала как старообрядцев и голова седая и щуп все открыто вот митрополитом этим переписывались как-то и он мне написал у меня сохранилась я даже на пленку на этот ну на видео на насчитал у него вышла книга 100 проповедей митрополита корнилия так называется то вот я ему послал книги он мне обратно поблагодарил и свои книги прислал чтобы я сделал замещание рецензию сделаю я никакой рецензия но я ему сделал замещание и говорю братья и сестры говорите так никогда не говорят апостолы и святые отцы а он главное приводит места на русском языке места писания я это одобрил как есть и он высоко это оценил я это учту если книга вперед еще у меня будет издана он говорит а мои книги он взял там что читал я все книги-то послал ему много нашел интересного нового и полезного у нас старообрядцы живут я им посчитал это старообрядцы то на наша родня это наши корни то а другие нападает на них они доход сам митрополит как пишет так он еще все проигнать и разве знает вот я ему написал наши ходят я говорю разрешите им храм ходить пускай молится как есть нет митрополит сразу встал поперек и говорит нет им нельзя ходить к вам почему потому что вы допускаете вольность какой вы говорите что можно пальцы складывать трои перстна как никоньянь и двуперстна этого нельзя делать только двуперстна как было до патриарха никона то есть вот то что я сказал у нас то и другое есть я не настаиваю нету сказал и это мне уже в укор но и проще но найдите зайдите сюда я во весь экран сделал фотографии то поди не осудит меня что это показал и вот но нужно здесь сейчас сказать что у нас а идет сейчас минутку покажу кажется войне у нас шло да вот о войне это из нашего сайта несколько вопросов вопрос 1572 видите все под вопросами я думаю это нет ни у ткачева не у смирнова не у кураева ни у кого этого нет нету чтобы разнумерован каждого вопроса ответ почему так я даю это не за столом а за кафедры 6 том открытым оком римлянам 918 и так кого хочет милует а кого хочет ожесточает как понять это место может быть в том что сейчас происходит с нашей церковью с россией со всеми нами проявляется воля божия ожесточающие сердца современных фараонов записка такая ответ это как раз тот самый вопрос на который нет ответа а есть только окрик замолчи не задавай вопрос это тот один единственный вопрос на который павел не говорит открыли дальше закричал дальше вот такие слова приносит произносит вселенский учитель апостол павел римлян 9 19 21 ты скажешь мне за что же еще обвиняет ибо кто противостанет воли его а ты кто человек что споришь с богом изделие скажешь ли сделавшим ее зачем ты меня так сделал то невластельный горшечник над глиной чтобы из той же смеси сделать один сосуд для подсчетного употребления другой для низкого а подумать есть над чем далее я отвечаю может быть уже отнят дух покаяния от кремля это сокрыто но есть признаки по которым можно судить о степени ожесточения современных фараонов 2 пропаган 25 16 когда он говорил ему царь отвечал разве советникам царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя и перестал пророк сказал знаю что решил бог погубить тебя потому что ты сделал сие и слушаешь совета моего видите какой вопрос как отвечается по слову божия можно по-другому не искушайтесь я то отвечает за кафедры я не знаю в каком университете в пяти вел занятия одновременно вопрос 1210 4 том открытым оком во время войны взрывали православные храмы почему бог это не предотвратил ответ снявши голову по волосам не плащут люди отступили от бога и поэтому бог желая возвратить отступников начинает отнимать вожделенное ко времени войны в россии из 57 тысяч храмов оставалось только 400 почему же вы не спрашиваете куда делись остальные написавши эту записку случайно не из тех кто голосует за тех кто уже успел уничтожить 56 тысяч 600 храмов да и что наши храмы сравнить с тем храмом который построил соломон 3 сарс 5 глава исследователи находят что на украшение храма ушло около двух тысяч тонн золота и около 10 тысяч тонн серебра я не верю в это но так говорят видимо речь идет не об одном здании это в несколько раз больше золотого запаса всей российской федерации и однако господь уничтожил его через навухода носора 4 царь 25 глава храм 2 за рававелях это тот самый в который пришел наш господь иисус христос за отвержение господа и этот храм был разрушен полностью лука 21 6 придут дни в которые из того что вы здесь видите не останется камня на камне все будет разрушено эти храмы бог позволил взорвать как совершенно ненужное чтобы людей на них не надеялись и риме 7 4 не надейтесь на обманчивые слова здесь храм господень храм господень храм господень когда в израиле поклонение было еще в скинии то вся надежда возлагалась на ковчег как на чудотворные иконы владимирскую казанскую и затруднительном положении он был взят на фронт ковчег как икона владимирской божьей матери но никакие мощи никакие мирно тащивые иконы и храмы грешнику не помогут я на 9 31 ибо мы знаем что грешника бог не слушает но кто чтит бога и творит волю его творит того слушает и 1 4 10 11 17 18 и сразились филистимляне поражены были израильтяне и каждый побежал в шатер свой и было поражение весьма великое и пала из израильтян тридцать тысяч пеших и ковчег божий был взят и два сына или его фини финиес умерли и отвечал свестник и сказал побежал израиль перед филистимлянами поражение великое произошло в народе и оба сына твои о фини финиес умерли и ковчег божий взят когда упомянул он о ковчеге божием или упал с седалища навзничь у ворот сломал себе хребет и умер ибо он был стар и тяжел ибо он был в суде израиля 40 лет и далее говорится что жена беременная тоже упала скончалась все тут и когда вы простираете руки ваши исаи 1 15 я закрываю от вас очи мои и когда вы умножаете моления ваши я не слышу ваши руки полны крови два сына первосвященника о фини финиес погибает а ковчег уводится в плен вот так и сегодня носятся чудотворными мироточивыми иконами наконец погибает хранитель а икона неизвестно где вы знаете о чем я говорю иосиф муньез зарубежной церкви а оставшиеся в живых начинает готовить канонизацию офни финиеса этим обольщает народ значит их ждет такая же участь или еще хуже полное лишение разума бог поразит полным сумасшествием и сенот и патриарха если не будет покаяния терпение вот то что спасает от бедствий что даст нам умение зло победить терпение охрана от страшных последствий терпением в канат превращается нить о брат мой горячий ты ревностен очень но только любви и смирения лишен язык в неправдой и злобой отточен пугая своей нетерпимости он кто может утишить и распри бури лишь тот кто умеет молчать и терпеть где крото с терпением там солнце в лазуре там золотом чистым становится медь чтоб стать терпеливым взгляни на смирение того кто пришел нас из бездны извлечь и сразу утихнет твое самомнение и ласковой станет надменная речь пугает сердца ядовитое слово бесчиной пороще других и себя господь нас управит в терпение христова когда мы живем своих братьев любя испытанный в вере запас от терпением запас от лучших сокровищ земных зачем предаваться вражде словопрением примерном терпение и вера святых от скорби терпения не будем страшиться когда нас нежданная скорбь посетит покажем христу не унылые лица а светлой надеждой увенчанный вид христос пострадавший за наши пороки терпел уповая на милость отца мы помним его дорогие уроки спасен будет тот кто терпел до конца лишенным терпения господния нива покажется скучной тяжелой чужой о пусть назидает всех страждущий и терпением он выиграл с дьяволом бой проявим терпение для славы и роста о пусть не смущает нас злой разговор нас гонят мы терпим сказал нам апостол хулять нас мы молим для мира мы ссор когда ты стремишься к возвышенной цели терпением и только достигнешь ее а если лежишь очень долго в постели сгниет твой фундамент и рухнет жилье в терпении разум могущество сила терпение выше чем храбрость вождя терпение все козни врагов победила по узким тернистым дорогам пройдя о друг не живи лишь минувшим вчерашним христос для грядущего был вознесен господнее имя могучая башня кто в ней обитает навеки спасен родион березов я знаю некоторые подумали что мое стихотворение похожий стиль все я долго его искал сборник пока нашел но думаю что на сегодня хватит и как всегда мне хочется проверить кто с нами остался мне кажется кто-то остался все же я вот вижу анатолия сергея игнатова сергея пупкова рогащевского андрея правильно я говорю с богом все до лучших времен с богом так еще что хотел сказать вчера как раз нашлись наши благодетели а до этого я сказал по интернету мы не можем найти нынче спонсоров и уже один откликнулся все я расходы все беру на себя а это где-то порядка три двадцать пять тридцать тысяч это заметно уже и друг вчера эти находятся люди помолитесь чтобы до конца было выполнено мне уже ответили там что стараются скорее когда вы уезжаете чтобы успеть привести люди незнакомые не нашего круга но я в долгу старался не оставая не оставаться то новые заветы что-то дарил приглашаю теперь уже не в лагеря просто в гости вот такое дело с богом лагеря хранителя